Тверские ученые предложили заменить кофе топинамбуром. Свои предложения они озвучили во время встречи научного сообщества региона с губернатором Игорем Рудыни. Овощ предлагается нарезать, сушить и обжаривать. А после перемолки клубни превратятся в аналог кофе. Выращивать топинамбур в промышленных масштабах планируют в Осташковском городском округе. Какие еще необычные предложения выслушал глава региона от молодых ученых, рассказывает Мария Шалованова. Тверская область — кладезь талантливой молодежи. Современное молодое поколение сейчас интересуется не только социальной и общественной, но и научной деятельностью. Чаще всего именно юные умы находят необычные и креативные подходы к тем или иным проблемам и успешно их решают. При этом некий процент молодых ученых все же покидает родной регион и устремляется в более крупные города. И чтобы максимально сократить отток талантливой молодежи в соседние субъекты, правительство Тверской области приняло решение об усилении работы в сфере улучшения материально-технической базы вузов Верхнего Лжья. Я думаю, это общая задача или общая проблема — актуализация состояния материально-технической базы. Это материально-техническая база, которая сегодня у нас в каждом государственном университете, в каждом среднем профессиональном образовательном учреждении. Ну и, наверное, то самое актуальное сегодня, чем мы занимаемся — это школы, это техникумы. Для того, чтобы иметь представление об идеальной научной базе для учреждения образования, Игорь Руденя привел пример Кванториума, в котором и проходила встреча с прогрессивной молодежью. Кванториум сегодня является одним из таких хорошо визуализированных стандартов формирования научной и обучающей среды, где можно проводить мероприятия, где могут и должны расти наши молодые ученые, дети, наши таланты, потому что все это впитывается вместе со знаниями, и в сознании у детей, у молодежи возникает стандарт, как это должно быть, как это должно выглядеть. Одним из приглашенных на встречу молодых умов стал Денис Моисеев. На встрече с губернатором его очень интересовал вопрос о региональной поддержке ученых. Сегодня я хотел бы представить губернатору и рассказать о деятельности Союза молодых ученых, которые не так давно действуют на территории Тверского региона, и вопрос о непосредственно поддержке деятельности Союза молодых ученых и организации местных мероприятий на уровне региона. Этот вопрос он и задал губернатору. Какая поддержка теперь у вас есть, и я хотел бы вам сделать следующий вопрос, мы пройдем встречу отдельно с молодыми учеными, сделаем это в марте месяце. Кроме того, свои идеи по развитию региона и привлечению в него дополнительных инвестиций привели несколько спикеров от каждого из ведущих вузов области. Молодые ученые Тверского государственного университета рассказали своих разработков в сфере решения социально-демографических задач. Одно из направлений этой работы — создание семейно-демографических паспортов, муниципальных образований, пространственное развитие территорий региона. Презентация сельскохозяйственной академии была посвящена адаптивным технологиям выращивания льна долгунца, направленным на увеличение урожайности культуры. Ученые ТГМУ рассказали о создании центра клинических исследований, что позволит привлечь инвестиции в регион, повысить доступность и качество медицинских услуг. Свои предложения представили ученые Политеха. Это усиление поддержки ученых, развитие научно-производственных коллабораций, инфраструктуры для исследовательской деятельности и другие направления. Игорь Удень отметил, что все предложения ученых будут учтены в дальнейшей работе.